Смотрите прямо сейчас, если жизнь без кредита. Что будет с курсом гривны, если Международный валютный фонд не выделит Украине очередной транш? 30 гривен за один доллар. 40-50. Ждать ли миллиардов из Вашингтона? Как вы город назовете? Переименовать Ильичовск в Ильячовск, дескать, в честь пророка Ильи. И дедушка Ленин тут ни при чем. Разруха под новой вывеской. Было село Красная Звезда, стала просто звезда. Была улица Ленина, а станет улицей Ленона. Кем заменят Ленина в названиях городов и улиц? Почему возвращаются бывшие? Великую рыбу просто не хочет поймать. Герои вчерашних скандалов снова стремятся в свои теплые кресла. Им дают команду сверху. Мы разыскали скандальных подследственных. Обосновались в элитных поместьях и бывшие правоохранители, и судьи. Смерть, которой нет на карте. Здесь могут быть установлены мины. Тысячи мин в серой зоне Донбасса. Никто не знает, где именно. Обочины заминированы даже. Справить нужду. Минными тропами прошел Вениамин Трубачев. Главные темы в прямом эфире прямо сейчас. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. В этой программе поговорим и о политике, но куда уж без нее. Раз послезавтра, по сути, решится судьба правительства. Премьер придет в раду с отчетом, и депутаты или соберут голоса за его отставку, или не смогут. И раз первые лица Евросоюза сегодня впервые откровенно заговорили, мол, ЕС может развалиться. Разберемся мы сегодня с вами и с кредитом МВФ. Почему фонд с ним так долго тянет, и какие угрозы для гривны. Традиционно на связи со студией будут политики, но пока, пока все-таки не до них. Начнем с событий, которые происходят, ну вот просто на наших глазах, здесь и сейчас. Похоже, между Россией и Украиной намечается еще одна война, дальнобойная. Ну помните, сырная война была молочная. Ну вот сейчас начинается процесс, который по последствиям может даже превзойти блокаду Крыма. Потому что задействован в нем и Европейский Союз. Ну вот смотрите, уже несколько дней, сразу в нескольких областях Украины, активисты блокируют грузовики с российскими номерами. Десятки фур остановлены, еще сотни разворачиваются. Вы наверняка видели это все в новостях. И вот сегодня поступило сообщение с пометкой «Срочно». Ну вот оно. Пишут о том, что Россия приняла решение приостановить движение украинских грузовиков по своей территории в качестве ответной меры. Это официальное решение принял его российский Минтранс. А значит, огромное количество наших соотечественников теперь могут застрять в России. Наш корреспондент Руслан Смечук все это время следит за ситуацией. Разбирается он с тем, что происходит в Украине, что происходит в России. Вот он сейчас на связи со студией. Руслан, вечер добрый. Какие новости? Как много украинских грузовиков могут быть к этой минуте заблокированы в России? Да, Дмитрий, действительно похоже, что начинается полномасштабная дальнобойная война. Несколько часов назад российские активисты начали блокировать въезд грузовиков из Украины. Вот на данный момент уже есть подтвержденное сообщение о как минимум трех десятках фур с украинскими номерами, которые были задержаны и поставлены на стоянку в Брянской области. И сегодня же на сайте российского Минтранса появилось сообщение о том, что на данный момент на территории Украины остаются заблокированными около сотни российских грузовиков. А еще 500 российских фур не могут въехать на территорию Украины из стран Европейского Союза. И именно вот поэтому движение украинского грузового транспорта по территории Федерации будет приостановлено. Коллега, есть понимание, есть ясность о российских грузовиков? Сколько заблокировано на территории Украины? Вот это сопоставимые цифры? И точно вот где организована блокада? Что известно? Ну вот на данный момент мы имеем информацию, что как минимум в семи областях продолжается блокада. Это в первую очередь Закарпатья, Волынь, Львовщина, а также ровно Ивано-Франковск, Черновцы и Житомирская область. В данную минуту поступает сообщение о том, что к блокаде присоединились и в Сумах. Также активисты заявляют, что сейчас российские грузовики оттянулись от границы и отстаиваются на специальных паркингах и стоянках. Кроме того, к масштабной блокаде уже с завтрашнего дня присоединяются также Винницкая и Черниговская области. И сегодня же поступило заявление главы Закарпатской области Геннадия Москаля. Вот он в этом сообщении говорит о том, что правительству необходимо немедленно собраться на экстренное заседание и принять решение по транзиту российских грузов территории Украины в страны Европейского Содружества. Потому что в первую очередь от этой блокадной войны страдают именно европейские грузополучатели и потребители. Они несут убытки. Точную сумму пока никто не знает, но она растет, так как с каждым днем блокады, портятся товары и продукты. А я хочу напомнить, что участники заявляли, что эта акция бессрочная. И я продолжаю следить за развитием событий. Как только у меня появятся новые данные, я буду выходить на связь со студией. Дмитрий? Да, коллега, спасибо. Ну, вот такая ситуация. Мы тоже будем весь эфир за ней следить, потому что последствия могут быть самые разные. Ведь грузы, что в одних, что в других машинах, они не только и не столько российские, сколько европейских компаний. А они-то под санкции не попадают. Ну, это вообще может быть транзит. Многие товары везут, к примеру, из украинских портов. Не по железной дороге, а грузовиками. Так дешевле, удобнее. Ну, по крайней мере, так было. Было до недавнего времени. Ну, и далее о европейских проблемах непосредственно. Крах Евросоюза возможен. Это уже не предположение желтой прессы, не экспертное мнение. О такой опасности предупреждают коллег. Два именитых немецких политика. Ну, только представьте. Сегодня министр экономики и министр иностранных дел Германии написали письмо, адресованное главам государств и правительств Европы. Говорят откровенно. Кризис беженцев может стать причиной такого развала, а чтобы этого не случилось, нужны согласованные решения. И вот еще одна цитата. Европа находится, пожалуй, посреди самого большого теста на прочность в своей истории. Впервые обычно сдержанные политики настолько откровенные. И вот сейчас на связи с нами выйдет Татьяна Лугунова, наш корреспондент в Германии. Она только что вернулась из Мюнхена, с конференции по безопасности, где была возможность лично услышать, что говорят мировые лидеры. Тань, вечер добрый. А вот это заявление, это письмо, насколько это серьезно? Политики не сгущают краски? Нет, Дим, к сожалению, в этот раз политики не сгущают краски. Европейский союз действительно переживает свой самый серьезный кризис. Проблема беженцев расколола Европу. Одни страны готовы принимать сотни тысяч, другие вводят квоты на мигрантов, третьи вообще отказываются на отрез. И когда в этих условиях именитые европейские политики пишут коллегам не конфиденциально, а направляют открытое письмо, да еще и с формулировкой возможной дезинтеграции, тогда уже дискуссия перерастает в политический скандал. И это знак того, что кризис еще куда серьезнее, чем сами политики готовы это признавать. В Мюнхене об этом много говорили, я была на конференции, все расскажу, в том числе и то, как эта встреча повлияет на Украину. Дима? Таня, у нас будет возможность с тобой очень детально об этом поговорить. Сегодня в программе, но еще откровенные вопросы зададим не только нашему корреспонденту, но и министру иностранных дел страны Павел Климкин будет здесь, вот в этой студии. Ну и к украинской политике давайте вернемся. Послезавтра в парламенте может быть жарко. Премьер придет лично представлять отчет правительства. Еще до того, как документ был представлен в Верховной Раде, мало кто из политиков удержался от едких комментариев. Мол, с этим правительством мы работать не будем. И интрига теперь ограничится ли они только заявлениями на камеры. Ведь если депутаты вот этот вторничный отчет не примут и поставят вопрос о недоверии, мы можем уже к весне получить совсем другой Кабмин. Ответ узнаем уже в этот вторник. А эта неделя стала тестовой. Министры по одному приходили на разговор в парламентские комитеты, ну скажем так, с мини-отчетами. А заодно, чтобы прощупать почву и понять настроение. Свой тест провела и наш парламентский корреспондент Катя Лысенко. Она проникла на закрытые для пресса встречи. В Раду, как на работу. В эти дни министры, которые раньше парламент не сильно-то и жаловали, наоборот зачастили. Как у внедорожников, у них тоже тест на проходимость. Прокатит ли их отчет на следующей неделе. Вот и пошли люди, а точнее на парламентские комитеты. Благо идти недалеко. Выступление на них, как пробный шар, чтобы настроение депутатов почувствовать. Будут критиковать и требовать отставки или настроены лояльнее. Ну вот, к примеру, одно из самых высоких парламентских зданий. Целых 13 этажей. И здесь целых 11 профильных комитетов, куда и должны были прийти отчитаться профильные министры. Здесь же на Садовой комитет, который у всех на слуху антикоррупционный. В нашем комитете сегодня будет Айвар Собромойчес и Павел Петренко с извитами. Ну, Айвара ждали напрасно. Не пришел. Видимо, на должность уже не претендует. Чего не скажешь о Павле Петренко, министре юстиции. Правда, к депутатам он опоздал более чем на час. Переселенцев задержали. Заблокировали чиновника в собственном кабинете. Но лучше поздно, чем никогда. Петренко перед депутатами появился, улыбался, демонстрировал уверенность. Всячески показывая, с креслом он прощаться не собирается. Я с абсолютно спокойным, холодным, розовым и с горячим сердцем працюю. Вот только отчета, как такового, не было. Только планы на светлое будущее. Хотя сами депутаты видят это будущее по-другому. Цензурными словами. Я думаю, что многие министры уже спаковали свои чемоданы и готовятся к отъезду. Из страны? Из правительства. Это образное определение. А на самом деле я хочу сказать, что такое отношение к своим обязанностям, министр обязан приходить на комитет, говорить только об одном. Я думаю, что эти министры своими обязанностями банкируют. А это неприметное здание рядом с депутатской гостиницей. Но здесь находится один из самых важных комитетов. Комитет по вопросам налоговой политики. Здесь тоже ждут министров с отчетом. В подвальное помещение сходятся и депутаты, и общественники. В зале негде яблоко упасть. Как-никак сама министр финансов пообещала прийти, о налогах поговорить и о бюджете. Но Наталья Ереська так и не явилась. Депутатам только смс-ки пришли, мол, она на Кабмине министра не будет. Те в ответ фыркнули, мол, с таким отношением может совсем других людей скоро звать придется. Мы должны поменять уряд, и доверие этому действующему уряду безподставно может быть. Еще одна проба отчета. Правда, здесь депутатам повезло. Никакого игнора. Перед ними главные герои. Сразу несколько комитетов. Наш комитет признан на правду по заслухованию звиту уряда. И сразу несколько министров. Тут уже генеральная репетиция того, что уже во вторник будет в сессионном зале. Министры по очереди говорят о достижениях. Армия выновила боездатность, набила боевый опыт, оперативную спроможность. В конце года уже у нас функционировала национальная полиция Украины, в соответствии с законом, который вы приняли. Реформа децентрализации, я считаю, что это ключевая реформа, которая позволит практически Украине дойти до европейской государства. В итоге министры расходились с очотодовольными, а вот депутаты наоборот, озадаченными. Мы написали, что кабинет министра Украины выполнил 93-96%, если вы видели в этих документах. Только вы не видели маленькую поправку, что выполнено и в процессе впроваджения. Так вот, в процессе впроваджения это большая часть того, что хотят реализовать. Всю неделю они курсировали между Радой и Кабмином. Ведь разговор с депутатами для министров едва ли не последний шанс уговорить, обаять, заручиться поддержкой. Хотя не все члены Кабмина решили этим шансом воспользоваться. Не приходили, то ли в уверенности, мол, что б не говорили в Раде, они все равно удержатся в креслах, то ли наоборот, смирившись с возможной отставкой. Я знаю, что настрои такие, что очень убитые депутаты, что может быть неподдержка деятельности этого уряда. Но это будет означать повномасштабную кризу. От урядовую, политическую, потому что она может превращаться в очень серьезную политическую кризу, которая может вызвать и до строковых выборов. Я думаю, что кого-то поменяют на кого-то, невеликой к количеств. Назвусь новым урядом, скажу, что мы будем работать по-новому. Не даром, что министры повернулись, а только хотели идти. Даже тот звезд, который раздали депутатам в электронном формате, это какой-то набор цифр, я его называю не так же, как морзилку. У меня настрель только один. Премьер-министр вместе с Кабинетом министров должен пойти. Министров в Украине два десятка. Комитетов в парламенте еще больше, под 30. Всю неделю они общались. И эти мини-отчеты – отличный индикатор. И настроение, и позиции, и раскладов ради поддержать отчет правительства уже в этот вторник. Или провалят. Екатерина Лысенко, Геннадий Аникенко, Иван Ермаков, Иван Нашкинтер. Подробности недели – телеканал «Интер». Ну а пока депутаты обвиняют чиновников в отсутствии реформ, сами они реформы предлагают, одно за другой. Ну, вот только предложение этой недели вспомните. Например, Сергей Мельничук на полном серьезе хочет перевернуть украинский флаг. Законопроект «Зарегистрированный» предлагается просто поменять местами цвета флага. Желтая полоса должна быть теперь наверху, синяя – внизу. Мол, таким образом восстановится историческая справедливость. Ну, очень вовремя, согласитесь. Ну или другая часть слуг народа – они заняты переименованиями. Помните, на прошлой неделе депутаты переименовали сразу четыре города и больше сотни сел. К примеру, Артемовск в Донецкой области стал бахмутом, Держинск – Торецком. Ну, еще один пример. Просто анекдотически из Одесской области. Там город Ильичевск превратился в Черноморск. Ну, помните, у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке». И если раньше фраза о событиях в городе Черноморске была просто едкой цитатой из классиков, то теперь-то ее на полном серьезе будут произносить в новостях. Как сами горожане воспринимают эти перемены? И что еще в Украине переименовали? Смотрите далее. В Одесской области под жернова декоммунизации попал Ильичевск. Молодой город-порт, между прочим, дитя исключительно советской эпохи, стал Черноморском. Поначалу местные власти хотели даже немного схитрить переименовать Ильичевск в Ильячевск, дескать, в честь пророка Ильи. И дедушка Ленин тут ни при чем. Но на общественных слушаниях громада все же остановилась на варианте Черноморск. Так город, придуманный Ильфом и Петровым, со страниц «Золотого теленка» перекочевал в реальность. Напомню, именно в Черноморск отправляется Остап Бендер, чтобы шантажировать подпольного советского миллионера Александра Корейко. Интересно, что бы на это все сказал сам великий комбинатор? Нет, это не Рио-де-Жанейро. Теперь как в 12 стульях сюда будут ехать все Остапы Бендеры. Раскулачивать наших миллионеров. Правда, не все черноморцы считают переименование гешефтом, то есть выгодной сделкой, как тут говорят. Ну, это наш город, у него было имя. Его знают, как Ильичевское, его любят, как Ильичевское. Ильичевское, Черноморск. Ну, Черноморск, так Черноморск, куда мы денемся. К слову, прототипом литературного Черноморска является Одесса. Она в 20 километрах отсюда. Из такого неожиданного родства местные жители собираются извлечь дивиденды. В первую очередь, туристические. Здесь, например, уже есть даже копия знаменитой Потемкинской лестницы. Осталось найти свою изюминку. Ну, то есть цимес, как сказали бы, в соседней Одессе. Население тоже должно поработать, власти должны поработать. Еще там антилопах, ну, должно ездить по городу. Ну, и так далее. Персонажи из Золотого Теленка, здесь же полгорода. В самой же Одессе уже давно привыкли к переименованиям и давно обшутили это со всех сторон. Вот, например, ворота Одесского дворика, а на них хронология исторического процесса. При Российской империи улица Новорыбная, при советской власти улица Чижикова, при независимой Украине – Пантелеймоновская. В прошлом Комсомольск теперь немецкое мокрое. И пусть сюда не проложили за асфальтированную дорогу, и рейсовый автобус ездит раз в сутки. Зато у села есть новое название. Здесь не успели даже сменить вывески. Школы и садик, например, все еще комсомольские. Новоиспеченные немецко-мокряне до сих пор путаются. А как называется село? Комсомольск. А не переименовали? Так уже так, что переименовали на немецко-мокро. Мокро в мокре было всегда. Отсюда и такое дожливое название. Комсомольчане все равно казали мокряне. У нас так говорят мокряне. В основном мокряне говорят. А мокрое то, что тут вечно таки болотя, таки мокрые. Зведь ты гора, зведь ты гора, и тут много опыта выпадает. В случае с деревней Красная Звезда, она находится в Киевской области, на границе зоны отчуждения, народные депутаты пошли самым простым путем. Они просто изъяли слово «красная». И получилось село с вполне политкорректным названием «Звезда». Просто «Звезда». В селе правда о переименовании узнают от нас. Я уже переименовала. Знаете, да, что ваше село переименовало? Чем-то? Не, я не знал, пока место. Оно без разницы, как оно есть такое. Зирка до зирка, червона звезда, какая разница. Действительно, от отсутствия слова «красная» жизнь лучше не становится. Магазин выглядит очень по-коммунистически. И уже лет пять не работает. Города Козюм Харьковской области – это местами настоящее возвращение в СССР. Вот это, например, площадь Советская. Через дорогу от нее, как и положено, памятник вождю мирового пролетариата. Но через неделю здесь все должно измениться. И напротив памятника Ленина должна появиться площадь Ленона. Да, да, того самого. Джона из легендарной четверки. В Узюмской мэрии вспомнили. Ленон был пацифистом и неплохим, в общем, парнем. Он всегда был, так сказать, борец за мир, за нормальное существование. У нас это очень актуально. Мы тут стоим сейчас в форпост Харьковской области, на границе с Донбассом. Молодежь-креатив поддерживает, а вот старшее поколение от Джона не в восторге. А у нас, по-моему, есть свои люди, герои, которых можно переименовать. А вы знаете, кто такой Джон Ленон? Нет, он мне не нужен. Он мне в Изюме не рос. И в Изюме ничего не дал. Но на Леноне местная топонимическая комиссия не остановилась. Придумали еще улицы Высоцкого, Пикассо и Цоя. Так хотят привлечь в город туристов. Мол, многие, проезжая мимо, захотят сфотографироваться на необычных улицах. Правда, сделать это будет не так-то просто. Дорога к будущей улице Цоя – точно. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле. Цой, кто это Цой? Корей, что, привет! Вызробить нашего. Но в Осимской мэрии такие замечания считают пережитком прошлого. Мы ожидали такую реакцию жителей. Мы должны отходить от такой практики местечковости. Потому что в Нью-Йорке тоже есть площадь Тараса Шевченко. Там даже памятник ему стоит. Теперь дело за подписью мэра. Если на следующей неделе он ее поставит, быть изюмом городом Миломанов. Лидия Калинина, Марина Коваль, Андрей Анастасов, Руслан Смещук и Владимир Дедов. Подробности недели – телеканал Интер. Сменим тему. Скандал в Голландии. Там решили снять антиукраинский телесериал. Активисты украинской диаспоры в Нидерландах. Мы с ними связались, говорили, получили подтверждение. Получили доступ к сценарию, в основе которого история о коррумпированном еврокомиссаре, которого финансируют бизнесмен из Украины и все лишь бы ассоциацию нашей страны с ЕС протолкнуть. В этом сериале и скандалы, и любовь, но главное – мысль о том, что за членство в Украине и в Евросоюзе заплачено причем грязными деньгами. Ну просто бандитский Амстердам какой-то, как новая версия бандитского Петербурга. Пилотные серии выйдут уже весной, значит, еще до апрельского референдума, на котором жители Голландии должны определиться, поддерживают ли они соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ну, причем сериал этот будет снимать не какая-нибудь крохотная продакшн-студия, а, ну, скажем так, телевизионный монстр, компания «Эндэмол», у которой дочерние компании в 23 странах мира, и у которой права на такие программы, как «Фабрика звезд», «Цирк со звездами Большой брата» или даже «Дом-2». Ну, а поскольку сценарий очередного нового «Дома-3» еще пишется, не исключено, что в него вплетут свою интерпретацию еще одного скандала. Истории о похищении голландских картин. На этой неделе как раз и появились новости в этой истории. Наш европейский корреспондент София Гордиенко давно уже за этим всем следит. Она сейчас с нами на связи. София, вечер добрый. Какие новости в Голландии? Какие новости у тебя есть? Дмитрий, эта неделя действительно подарила множество сенсаций. Во-первых, стало известно, кто именно из украинцев купил краденые картины. Если раньше было лишь известно, что это какой-то функционер времен Януковича, то на этой неделе нидерландская пресса назвала имя этого человека. Это некий Владимир Полубатко, руководитель Алчевского футбольного клуба «Сталь». Человек с темным прошлым, которого сегодня называют финансистом так называемой ЛНР. Именно у него, как пишет голландская пресса, еще до Евромайдана украинские силовики провели обыски, нашли голландскую коллекцию. Где же картины сейчас? И вот вторая новость этой недели. Как выяснила пресса, полотна в разных руках у частных лиц, в том числе бывших правоохранителей, в основном в Киеве и в области, а также в одной из соседних с Украиной стран. Какой именно, не разглашают пока. Что еще выяснилось сейчас, это до того, как эта история стала информационной бомбой. Некий украинский адвокат искал уже покупателей и действовал от имени того самого бывшего ауновца Бориса Гуменюка, который обратился в голландское посольство с предложением вернуть пропавшую коллекцию. И сказал, что картины были найдены на оккупированной территории. Коллега, незадолго до того, как выйти в эфир, я по телефону связалась с Артуром Брантом, это детектив, которого наняли голландцы. И он подтвердил все эти данные, еще признался, что несмотря на всю шумиху, украинская полиция ни с ним, ни с другими свидетелями не контактирует. Вот что он нам сказал. Субтитры создавал DimaTorzok коррумпированы, не смогут остановить это расследование, и мы сможем вернуть картины. Я хочу напомнить, что от поисков полотен косвенно, но зависит судьба нашего соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Этой весной в Нидерландах пройдет референдум всенародный о том, стоит ли ратифицировать этот документ. Парламент его уже утвердил, но голосуют ведь люди, и они прислушиваются к новостям, которые в этом деле явно не на стороне Украины. Дмитрий? Коллега, спасибо. София Гордиенко была с нами на связи. Наш европейский корреспондент. Ну, увидите, от каких мелочей может зависеть судьба очень важных вещей, вот как судьба ассоциации Украины с Европейским Союзом. Ну и далее, давайте все-таки к нашей внутренней политике вернемся. Она тоже зависит иногда от мелочей. Судьба правительства штука важная, но то, что будет происходить в реальном секторе экономики, зависит все-таки от кредитов МВФ, а не от фамилии министров. И от того, кто из них какое кресло займет. А МВФ меняет риторику. Там всегда тщательно выбирали слова, но вот на этой неделе, пожалуй, впервые, тон был очень резким, а борьба с коррупцией из традиционных призывов превратилась в прямое и откровенное требование. Заявление сделала и глава фонда Кристин Лагард. В нем намек на то, что не будет реформ, сотрудничество вообще может быть прекращено. Но затем очень резко и откровенно высказался посол Соединенных Штатов в Украине Джеффри Пайет. К чему это все может привести? Я попросил нашего корреспондента в Соединенных Штатах Тихона Дзятко подъехать в МВФ, чтобы об этом расспросить. И вот, что ответил на вопрос подробности недели официальный представитель фонда Джерри Райс. С того самого момента, когда только начала действовать программа сотрудничества с Украиной, ее ключевыми моментами были реформа госуправления и борьба с коррупцией. Это фундамент программы. Когда на прошлой неделе глава МВФ комментировала ситуацию вокруг министра экономики, эта отставка вызвала ее беспокойство. И это произошло на фоне растущей озабоченности в фонде, который разделяют и представители международного сообщества. Беспокойство о том, что прогресс в реформе управления, и в борьбе с коррупцией, и корыстными интересами в политике, невелик. Именно это заставило Кристин Лагард сделать свое заявление. Если не будет достаточных усилий для борьбы с коррупцией, сложно себе представить, чтобы программа сотрудничества с Украиной продолжалась и была успешной. Петр Порошенко и Кристин Лагард говорили как раз об этом. Очень важно, чтобы Украина и ее лидеры ускорили усилия по проведению реформ, которые так необходимы для украинской экономики. При этом мы по-прежнему привержены нашей программе сотрудничества с Украиной. И вместе придерживаемся одного – необходимости возврата к устойчивому развитию экономики и росту количества рабочих мест. Так что наша позиция не изменилась. Я хочу, чтобы это было понятно. Что будет, если деньги МВФ придут в Украину с опозданием или вообще не придут? Татьяна Винникова задавала эти вопросы экономистам. Больше полугода в Кабмине ждут новый транш от МВФ. Последний раз деньги из Вашингтона присылали еще в августе – 1,7 миллиарда. Такую же сумму чиновники ожидали и сейчас, в феврале. И даже как потратить эти средства распланировали. МВФ привык оперировать большими цифрами. Вот только представьте, если 1,7 миллиарда долларов – это сумма предыдущего транша, даже в купюрах по 100 долларов разложить вот здесь, на Софиевской площади, то полплощади будет завалено деньгами. А гора выйдет в два человеческих роста. Но царями горы чиновники себя пока почувствовать не могут. Транш завис. Причем, как надолго, сказать не может никто. Ведь не только совет директоров МВФ еще не назначен, но даже и меморандум с правительством до сих пор не подписан. И теперь два главных вопроса. Что будет с экономикой, если транш задержится и надолго? И что со страной будет, если он вообще не придет? Давайте разберемся. Деньги будут, но не скоро – самый распространенный прогноз. Мол, все от реформ, а точнее их наличие зависит. Задержим. Вот это самый, к сожалению, более вероятный вариант. Когда вы говорите, все хорошо, но денег мы не дадим. Пока не произойдет переформатирование правительства, денег не будет. А вот на курсе небольшой, простой особо не скажется. Курс выше 28 гривен за доллар не впадет. Больше того, с другого квартала гривня начнет взрослать. И мы можем закончить год на уровне 25-26 гривен за один доллар. Это позитивный сценарий. А если нас ждет негативный сценарий? Куда может рвануть курс, если транша МВФ вообще не будет? Рек можем закончить с уровнем 30 гривен за один доллар. Если же станет понятно, что, не дай бог, программа вообще остановится, нас ожидает очень стремительное и резкое падение курса национальной валюты, как минимум до худших показателей прошлого года – 40-50 за гривну. Такая перспектива пугает и правительство, и парламент. Поэтому и там, и там будут делать все, чтобы задобрить фонд, говорят в коридорах власти. Мол, на Грушевского станут проводить реформы, если и не потому, что обязаны, то хотя бы ради очередного транша. У нас выборов нет. Есть единственный канал получения денег. Я надеюсь, что это понимают те, кто принимает соответствующие решения. И Украина не залишится с величайными выкликами, повязанными в том числе с проблемой обменного курса. Тримать ситуацию с курсом неможливо без кредита МВФ. И еще одна тема, о которой много говорили на этой неделе – зарплата первых лиц. Информагентство «Украинские новыны» получило официальный ответ. Вот он, коллеги нам его передали, я его даже в студию принес. В нем цифры, которые многие предпочли бы скрыть. Расписано здесь, кто, сколько из министров, какую зарплату получает. Ну, так что мы с вами сейчас можем узнать, что они домой приносят. Например, зарплата Арсения Яценюка за январь этого года – 25 715 гривен. После вычета всех налогов премьер получил на руки почти 21 тысячу. Вячеславу Кириленко – вице-премьеру и министру культуры. Была начислена зарплата чуть больше 22 тысяч гривен. Наталья Рейско – министр финансов. Заработала в январе чуть больше 11 тысяч гривен. Но вот министр инфраструктуры, который много говорил об этой проблеме, говорил, мол, чиновникам надо получать зарплату, в январе получил чуть меньше 8 тысяч гривен. Ну, вот это официальные данные. Ну, а забавный момент. Если чиновники в самом деле получают вот эти зарплаты, вряд ли им хватило бы даже на приличные костюмы. Ну, те самые, в которых их очень часто можно увидеть в телевизионных новостях. При зарплате до 1000 евро только одежда наших чиновников стоит не дешевле 3 или 5 тысяч евро. Ну, вот у меня здесь в студию принесли костюм. Скромненький, на самом деле, серенький такой. Не понял бы, что стоит он 4-5 тысяч евро, если бы не лейба на подкладке. Да-да-да, костюм от Бриони. Ну, дотошные журналисты видели эту лейбу где-нибудь там на отвороте рукава у многих украинских чиновников. Получается, что при зарплате меньше 10 тысяч гривен. Ну, годовую зарплату они только на себе, только на один выход носят. Ну, и о зарплатах госслужащих. Этот вопрос напрямую связан с еще одной темой. Темой коррупции. Одна из самых громких новостей этой недели. Чиновник, пойманный на взятке, пытается вернуться на работу. Туда, где взятку, собственно, и получил. Речь идет о бывшем главе госслужбы занятости Ярославе Кашубе. Ну, вначале разразился скандал, затем посыпались опровержения. Мол, суд не принимал решение о восстановлении его в должности. Мы решили разобраться в этой истории. Правда ли, что уволенные за взятку могут вернуться? И почему громких дел и задержаний в Украине так много, а приговоров почти нет? Елена Зорина об этом. Прямо на Кабмине и даже посреди улицы. Миллионы гривен, тысячи долларов, оружие, патроны. Да что там? Бриллианты. В кабинетах и дома. Некоторые покидают родину сразу после скандала. А другие возвращаются. Эти кадры сняты полгода назад в центре столицы. Средь бела дня задерживают главу госслужбы занятости Ярослава Кашубу. В его служебном автомобиле более 600 тысяч гривен, несколько тысяч долларов и охотничье ружье. Подозревается во взяточничестве. Кстати, до сих пор. Спустя неделю горе-чиновник выходит на свободу под залог в почти 2 миллиона гривен. Залог за него в насилие друзья. И теперь даже может вернуться на работу. Вот это решение, которое фактически закончится срок высторонения от посады. Скандал с Кашубой обсуждает и осуждает вся страна. От журналистов до министров. Я не имею номеру, поновлю от Ярослава Кашубы на посаде. Министру социальной политики, ответственному за трудовые права граждан, плевать на трудовые права граждан. Я так понимаю. Срок отстранения закончился. Никто снова не обращался. 4 сентября, то есть до закончения сроку высторонения этой посадовой особи от посады, мы подали новое клопотание до суду. Этот термин всплыв, а наше клопотание так и не было разглянуто. А сам Ярослав Кашуба, которому нынче светит до 12 лет тюрьмы, живет в одном из центральных районов Киева. Вот его небольшое эксклюзивное интервью, единственное за всю историю скандала. К себе домой не приглашает встречу, назначает в офисе адвоката. Я живу у своего товарища. За рахунок, назовем так, того, что працюет моя дружина. И живет, уверяет скромно. Пишу статьи, начал посадить книгу. Взварить слишком писать. Да и бежать из Украины не собирается. Как и на работу возвращаться наоборот, говорит, хочет уволиться. На вопрос, была ли взятка, отвечает коротко, мол, остальное тайна следствия. Просили зупинитись. Больше уверяют на госслужбу, не ногой, лишь бы оправдали. Так что же это было показательное выступление для европейских партнеров и простых обывателей? Все гучные арешты, которые мы с вами спостерегали последним временем, они не закончились обвинувальным верком. Садить голливцы, льрад, яких у обычных клерков так званую велику рыбу, просто не хочут поймать. Тысячи дел о коррупционерах заканчиваются ничем. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции говорит, так происходит и с делами времен Януковича, и с теми, кто представляет нынешнюю власть. Секреты изворотливости скрываются под повязкой Фемиды и теми, кто ее приоткрывает. Приходит прокурор и говорит, нам нужно провести обшук. Судя берет час, эту информацию сливает по своим каналам, и когда уже прокуроры приходят на обшук, там нема ни документов, ни человека. Бывает, что дела и вовсе исчезают. Арест был, а вот дела после нет. Им дают команду сверху. Либо был отпущен, и как-то это дело было, ну, я не знаю, замятым. Телефонное право, скорее всего, было применено, так называемое. Помогают родственные связи. Район столичного аэропорта Жуляны. Именно здесь расположен так называемый милицейский поселок. Обосновались в элитных поместьях и бывшие правоохранители, и судьи. По соседству с ними живет и экс-глава столичного ГАИ, скандально известный Александр Ершов. Кстати, на этом трехэтажном особняке он и погорел. Вот как-то попросту забыл его задекларировать. Мы ж не страхи такие, чтобы какие-то иные ноги, чтобы лекать водею. Не пугать, а впечатлять. Было чем элитные автомобили у дочерей, каждый стоимостью более 100 тысяч долларов. Отдых на фэшнебельных курортах, полеты в бизнес-классе, модная брендовая одежда. После громкого скандала глава ГАИ Киева тихо ушел в отставку. И тихо продолжать жить по прежнему адресу. Снег вчера чистил, видел. Все те машины, которые были, те же и остались. В октябре Ершов в интервью журналистам говорил, мол, находится в зоне АТО. И хочет трудиться на благо Украины. Сейчас бывший правоохранитель, видимо, дома. Но чем занимается, скрывает за железными воротами. К общению не расположен. Не исключено, что вскоре крупный милицейский чин еще напомнит о себе. Эта история потрясла весь город Ривны. Тоже любил в футбол играть. Вместе гонять мяч, вместе на рыбалку, вместе учиться читать. Богдан листает фотоальбом пятилетнего братика Коли. Говорит, всегда за него боялся. Однажды утром, вернувшись из школы, Богдан увидел мать в черном платке. Тут не идется про лекарскую помилку. Тут, взагалі, лікар не виконував свої обов'язки. Дитину привозить швидка допомога приймального відділення, і лікар не хоче спуститися, щоб оглянути дитину. Подозревали аппендицит, а умер от токсикологічного шока прямо на больничной койке. Врач выписал лекарства, не вставая з дивана. Дежурил тогда завотделением Константин Думановский. И когда ребенку стало плохо, даже не пытался его спасти. Сейчас доктор Думановский пытается через суд восстановиться на работе. В деле о гибели ребенка он почему-то оказался свидетелем. На судах вместо него отец, тоже врач, кстати. Я ничего коментувати не буду. Да і мать Думановского тоже врач. Но непростой до недавнього времени курировала в області вопросы охраны материнства і детства. Была замістителем начальника управління здравоохранення. Тепер сидит несколькими этажами выше чиновників, які розбираються в произошедшем. Где сейчас сам Константин Думановский, неясно. Не исключено, що пока його восстанавливають на роботі, віддіхають за границей. Це просто страх про таких вікарів. Пока скандалы гремят на всю страну, фигуранты уходят на дно. Кто за границу, кто в шикарные особняки, в закрытые поселки здесь, в Украине. Пересидеть или вернуться – это наша короткая память. Или просто безнаказанность и показуха. Елена Зурина, Инна Белецкая, Ирина Дьяченко, Василий Миновщиков и Николай Василюк. Подробности недели – телеканал «Интер». И еще о криминальных историях. Всю неделю страна обсуждала стрельбу в Киеве. Громкая погоня полицейских за иномаркой. Был это еще 7 февраля. Погиб человек тогда. Но вот сейчас появилась новая информация. Адвокат потерпевших считает, что полицейские вели стрельбу, когда машина не была в движении, а остановилась. И что смертельную пулю погибший парень получил уже, когда погоня закончилась. Наш спецкор Алексей Пшемыски разбирался, возможно ли это. И даже свой собственный следственный эксперимент провел. Все началось именно здесь, на улице Борщеговской. Полицейские увидели молодых людей, которые садились в БМВ с пивом. Включили сирену и потребовали их остановиться. Тогда никто и не мог предположить, что это превратится в погоню на скорости 200 км в час. Со смертельным исходом. Семь патрулям Соломенского района, пересидуем БМВ. Рухаются на той же великой скорости по Борщагинске в напрямку вокзала. Маршрут погони удалось воссоздать благодаря переговорам полицейских. Дмитрий как раз был с товарищами неподалеку. Говорит, машина пронеслась мимо, как молния. Максимально ехали в какой-то момент, то есть или на Победы, или на Одесской, 188. Мы даже не успевали, не то, что даже модель не успевали разглядеть. Я даже не успевал понять, что это БМВ. Рухаемся в Жулянску, повернув на ливу, на вокзал, патрули! Автомобиль доехал до вокзала, оттуда на бульвар Шевченко. Вот кадры погони, будоражившие общественность всю неделю. По словам Дмитрия, в это время полиция огонь еще не открыла. Тут стрельбы не было. Когда они проезжали уже в Воздухоплодский мост, им кричали громкоговорители, что будет открыт огонь. Повернув на встречную службу на проспекте Перемоги. Будем открывать огнепальный огонь. Уже после этого полицейские, вероятно, начали стрелять. Вся погоня продолжалась чуть более 20 минут. Когда машина выехала на окружную, ее преследовали уже 20 экипажей. Но джипы-дастеры, экономные приусы просто не могли догнать мощный БМВ. Трагическая развязка наступила недалеко от Одесской площади. Работник шиномонтажа Александр как раз был на смене и видел, как закончилась погоня. По словам адвоката водителя БМВ, первый раз он остановил машину здесь, на улице Заболотного. Вот там, где сейчас стоит эта фура. Но якобы полиция все равно продолжила вести огонь. Водитель дал по газам, развернулся, переехал уже на противоположную сторону и заехал на траву. Вот следы от его автомобиля. Вероятно, именно одним из этих выстрелов и был ранен 17-летний Михаил Медведев, который вскоре скончался. Что именно произошло в эти последние минуты погони, версии адвокатов и полиции кардинально отличаются. Ребята решили сдаться. Впереди подъехал полицейский автомобиль, когда тот стоял в БМВ, выскочил полицейский и без предупреждения, на расстоянии близком 5 метров плюс-минус, начал наводить прицельные выстрелы в лобовое стекло. Но вот в МВД, говорят, стреляли по движущемуся автомобилю. На лобовом стекле четко видны три следа от выстрелов. Два в одну точку, еще один на расстоянии 20 сантиметров. По словам полиции, все эти пули были выпущены на скорости более 100 километров в час. Мы решили провести свой эксперимент и воссоздать картину погони, чтобы понять, возможно ли было такое точное попадание с такой кучностью. Наш эксперт скрывает лицо. Он связан с правоохранительными органами. Из своего авто он будет пытаться на скорости попасть в мишень, прикрепленную к другой машине. Именно так бы стреляли из полицейского автомобиля. Напомним, по словам полицейских, средняя скорость БМВ была от 140 до 200 километров в час. Мы ехали в три раза медленнее. Вот мы видим наше попадание. Два из десяти. Два даже из десяти. Два из десяти. Мы произвели 10 выстрелов по движущейся мишени. Двигались мы со скоростью 40-50 километров, не больше. Если говорить о скорости хотя бы 100-120 километров в час. И в темное время суток. И в темное время суток, когда видны только габариты. То вообще очень трудно поймать цель. То есть, скажем, в такой ситуации кучно попасть дважды в одну и ту же точку было бы практически нереально. Практически нереально, да. О том, с каким разбросом велась стрельба, свидетельствуют и эти кадры. На боковом зеркале одного из экипажей остался след от дружеского огня. Чтобы услышать еще одно независимое мнение, мы решили показать фотографии опытному инструктору. Я припускаю, моя особистая думка, что машина на момент всей стрелянини уже остановилась, або рухалась очень быстро. То есть, скорее всего, я припускаю, что стреляли с передней проекции, стреляли с близкой отстанки, потому что кули пройшли высоко в лобовом шкле и в легенях этого парня, если припустите, что одна из этих куль в него потрапила. А значит, полицейский должен был стоять перед автомобилем. Низькая огневая подготовка в паре с адреналином высоким, с стрессом, привела до того, что он стрельнул. А то, что в этот момент к автомобилю действительно подбежал полицейский, рассказал сам водитель БМВ Ростислав своему адвокату. В МВД уверяют, водитель БМВ хотел сбить полицейского. Версию о том, что у парней в БМВ было оружие, еще раньше озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков. Однако до сих пор ее никто не подтвердил, ровно как и неизвестно, как и действительно ли пострадал кто-то из полицейских. Нам удалось узнать, что все это есть на видео. Его сейчас посекундно изучает в прокуратуре. Но мы нашли людей, которые посмотрели секретные кадры и поняли, почему их огласки не предают. Очень четко зафиксированный тот факт, что под час руха полицейских автомобилей, еще до момента убийства, лунули такие, ну по этому видеореестратуру, на видео лунают такие звуки. Там мочите этих козлов, давай их будем останавливать, сколько еще за ними гоняться. Ну, то есть дословно, цитую вам. И это и непринятно. Главный вопрос, имели ли право полицейские применять оружие на поражение или только на предупреждение. Как правило, в той же самой Америке преследования ведутся до тех пор, пока обстановка не позволит перейти к более агрессивным действиям, которые в первую очередь направлены на то, чтобы остановить транспортное средство. То есть, ну, тараном, выставлением каких-то заслонов, да, шипов для того, чтобы оправить колеса. А потом уже, достав оружие, задержать преступника, но при этом не убить его, не застрелить. Полицейских, открывших огонь, на время расследования отстранили. Любопытно, что их действия сейчас квалифицируют как умышленное убийство. Алексей Пшамыский, Сергей Ведмидий, Александр Данилов. Подробности недели. Телеканал Интер. И сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, но не пропустите другие сюжеты. Это во второй части подробности недели, через 10 минут. Не пропустите во второй части программы. О чем шептались в кулуарах мюнхенской встречи? Украина. Украина? Украина? Все ответы. Главный дипломат страны в студии подробностей недели. Поля смерти на Донбассе. Взрыв вот такой громкий. На мину машина нарвалась. Тысячи людей рискуют жизнью каждый день. Смерть, которой нет на карте. Репортаж из серой зоны. Эксклюзивно. Отовсюду. Сразу после рекламы. Дождитесь. Смотрите прямо сейчас. О чем шептались в кулуарах мюнхенской встречи? Украина. Украина? Украина? Все ответы. Главный дипломат страны в студии подробностей недели. Поля смерти на Донбассе. Взрыв вот такой громкий. На мину машина нарвалась. Тысячи людей рискуют жизнью каждый день. Будь камина, как та гадюка. Не укусить, допоки вы ее не зачепите. Смерть, которой нет на карте. Репортаж из серой зоны. Откровенно в прямом эфире. Прямо сейчас. Это подробности недели. Вторая часть программы. Я Дмитрий Анопченко. Вечер добрый. В этом часе мы детально разберемся в хитросплетениях и украинской, и мировой политике. И начнем давайте все-таки с Германии. Мюнхен на этой неделе стал центром европейской политики. К нему было приковано внимание всех крупнейших СМИ. Ведь там конференция по безопасности, куда традиционно съезжаются политики высшего уровня. Ну, а для нас с вами это событие важно, потому что в Германии как раз об Украине много и говорили. А вот что именно решили, давайте узнаем прямо сейчас у Татьяны Лагуновой, нашего немецкого корреспондента. Она как раз только что из Мюнхена вернулась. Таня, вечер добрый. Хотел спросить тебя. Вот Мюнхен закончился. Что, по твоему ощущению, ты ж много общалась с участниками, можно назвать главным результатом? Дим, ну я бы выделила не один, а два результата, поскольку и главных тем было две. И начну с Сирии. Цель здесь амбициозная – остановить боевые действия в течение недели, то есть уже в феврале. На конференции об этом много говорили, пусть и с осторожным оптимизмом, но считают прекращение войны реально. Что касается Украины, нас по-прежнему поддерживают ключевые игроки мировой политики, Евросоюз и Соединенные Штаты. В Мюнхене были открытые дискуссии, об этом говорили с трибун, а также за закрытыми дверями тоже говорили о поддержке, но при этом добавляли, что и Украина должна сделать свою домашнюю работу. Студия. Скажи, ну вот ты говоришь в словах поддержки, это были дежурные обещания или политики действительно настроены поддерживать Украину? Ты сама была на конференции, у тебя не сложилось впечатление, что Украину уже не так охотно поддерживают, как год назад, что украинская тема уже не так важна для дискуссий? Нет, Дим, я считаю, что дело в другом, просто западных политиков сейчас, конечно, намного больше пугает ситуация в Сирии. Там сейчас горячая фаза, идут активные боевые действия, миллионы беженцев бегут в Европу. Но Украина по-прежнему в повестке дня о ситуации на Донбассе, о минских договоренностях, об аннексии Крыма говорили ведущие мировые политики. Но, конечно, добавляли, что и от Киева ждут действий, эффективных реформ и борьбы с коррупцией, и этот сигнал тоже прозвучал очень четко. Впрочем, судите сами, все мнения я собрала в материале из Мюнхена. Накануне открытия Мюнхенской конференции многие эксперты действительно были скептичны. Мол, Украина сейчас не в топе, отойдет на второй план. Да и сколько можно уже третий год подряд. Это одна из тем встречи. Но скептики ошиблись, а в Украине говорили и говорили много. Украина. 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 Украинской в Мюнхене была суббота. Делегация более чем представительная. Множество узнаваемых лиц. Дипломаты, депутаты, сам Петр Порошенко. Это все-таки одна из немногих площадок в Европе, где есть и политики с громкими именами, как отставные, так и действующие. И те, кто в качестве эксперта может предложить решение глобальных проблем. Украинский президент – гость конференции уже третий год подряд. Был здесь и в статусе оппозиционера, и уже главы государства. Ждали здесь и Путина, но он не приехал. Но диалог с ним все равно был просто заочный. Мистер Путин, в Украине не гражданская война. Это ваша агрессия. И в Крыму не гражданская война, а ваши солдаты, которые оккупировали мою страну. И в Сирии нет гражданской войны. Это ваши самолеты бомбят гражданское население Сирии. И это просто демонстрация, что мы с Россией живем в разных вселенных. В одной ли мы вселенной с Евросоюзом – это все еще вопрос. По крайней мере, для еврочиновников. В Мюнхене заметили и политический кризис в нашей стране, и проблемы с МВФ, и неспособность депутатов принять решения, которые необходимы для безвизового режима. Об этом и многие разговоры во время двусторонних встреч. В том числе и с главой европейской дипломатии Федерикой Маггерини, и президентом Европарламента Мартином Шульцем. Последний, кстати, как передает корреспондент «Украинской правды», который тоже работал в Мюнхене. Прямо сказал, Европа готова помочь Украине материально, если деньги пойдут куда нужно. Мы усиливаем экономическую активность в Украине. Но если деньги не будут доходить туда, куда они направлены, это будет катастрофой. Сирии и Ливии были выделены значительные средства на преодоление кризиса с беженцами. Мы можем дать Украине намного больше, если будем уверены, что она действительно выполнит свои обещания. И деньги пойдут туда, куда они должны прийти. Найдут свою правильную цель, только тогда мы сможем инвестировать больше. Мюнхен снял вопросы и по поводу санкций против России, вернее их возможной отмены. В высоких европейских кабинетах давно ходят разговоры, мол, штрафные меры против России могут больше и не продлить. Для вида оставят только крымский пакет. Говорили и о другом пакетном решении – увязать Украину и Сирию. Мол, Москва пойдет на уступки в сирийском вопросе, Европа смягчит позицию по Украине. На Мюнхенской конференции четко заявили, санкции останутся в силе. И глава европейской дипломатии Федерико Маггерини, и госсекретарь США Джон Керри заверили. Отменят их только после выполнения минских договоренностей. Я уверен, что Европа и США останутся едиными и будут продлевать санкции и поддерживать Украину до тех пор, пока суверенность и целостность Украины не будут защищены полным выполнением минских соглашений. Все заявления и дискуссии теперь должны вылиться в конкретику на переговорах. Формат для этого, сколько бы его ни критиковали, пока только один – нормандский. Но вот на встрече нормандской четверки на уровне министров иностранных дел в Мюнхене что-то пошло не так. Дипломаты встретились буквально на полчаса и договорились встретиться снова в марте. Официальная версия – в курс дел еще не вошел новый главный дипломат Франции. И его заменял глава политического департамента МИДа. Насколько громкие и обнадеживающие заявления, сделанные в Мюнхене, новая, теперь уже четверка, сможет сделать реальностью, будет понятно только весной. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности недели – немецкое бюро телеканала «Интер» Мюнхен. Я хочу про це говорити, не тільки про кохання. Я думаю, люди новини додивляться. Ну і потім вже до Святого Валентина. Добре, ви знаєте, я вас попросив приїхати саме тому, що ось виникло в повітрі висить це питання, яке зараз Таня Лугунова завдала в своєму сюжеті. Що було на нормандській четверці? Може, щось не так пішло? Ми поговоримо про це, але, вибачте, ми почали программу з подієвого. Я просто глядачам завжди обіцяю, що ми тримаємо руку на пульсі. Ситуація з українськими і російськими далекобійниками. Буквально перед ефіром надійшла інформація, що російський Мінтранс прийняв рішення українських далекобійників блокувати. Наскільки це серйозна проблема? Що зараз робиться? Ви можете прокоментувати? Звичайно, ми працюємо над цим. Тільки що закінчилась велика нарада представників різних міністерств. Але хочу сказати, що я емоційно, звичайно, з тими хлопцями, які блокують російські автомобілі. Це важливий емоційний момент. Ну і врешті-решт, чому після недосягнення домовленості з Польщою Росія має використовувати українську територію як певну обхідну дорогу. Але водночас маємо міжнародні зобов'язання, маємо дбати про наш бізнес, який теж має інтереси в транзиті на середню Азію, звичайно, на Китай. Тому обов'язково знайдемо рішення. Завтра питання буде обговорюватися на Кабміні. Коротке питання, просто щоб завершити з цим. Наскільки це може на наші стосунки з Європейським Союзом якось вплинути? Тому що, дивіться, там можуть бути європейські товари. В російських фурах, які ми блокуємо, в українських фурах, які ми транзитом веземо. Чи може тут Європейський Союз струтитися і якось поїхати? З Європейським Союзом ми, звичайно, розмовляємо. Є багато нюансів. Є питання транзиту на Європейський Союз, є, до речі, питання транзиту на Молдову, оскільки Молдова має свої підприємства в Росії і її возить. Тобто, кожен аспект маємо розглядати окремо, чесно, на основі правил міжнародного права. Ми, правова держава, і так, як Росія, діяти не будемо, але водночас про наші інтереси подбаємо. І просто так обходити через Україну транзит на ЄС Росія не буде здатна. Добре, зрозуміло. Ну і давайте повернемося тоді до мюнхенських подій, в принципі, до головної такої зовнішньо-політичної теми тижня. А що саме? Ну, ви ж учасник Нормандської четвірки, ви можете просто з перших густ нам розказати, що саме було там, чому така коротка була зустріч. Ну, багато хто там писав, що взагалі зустріч не склалася. Ні, ну, насправді, маємо сказати, власне, так і планувалось. Планувалось, що ми проведемо там до години. Чистково це, як Тетяна сказала, пов'язано з тим, що французький колега просто не встиг. І, до речі, він взяв на себе обов'язок зорганізувати наступну зустріч на початку березня в Парижі. І це буде повноцінна нормандська зустріч. Я не побачив від пана Лаврова бажання входити в змістовні питання. Я, до речі, показав йому і відповідні графіки обстрілів, і відповідні графіки недопусків БСЄ. Але, зокрема, і фотографії, як російська техніка переходить кордон. Він намагався на ці фотографії не дивитися, але тим не менше. Франк Вальтерштайнмаєр теж був дуже активний, і ми погодили, що ми будемо обговорювати на наступні зустрічі. Тому, власне, відносно коротка зустріч. Подивимося, яким буде діалог на початку березня. Для мене ключовими питаннями є, звичайно, безпека, справжня безпека. По-перше, продовження обстрілів з цієї сторони, але і недопуски, і, звичайно, те, що ОБРСЄ не може контролювати кордон. Відсутність міжнародного компоненту. Ми ж маємо подивитись, де знаходиться зброя. І або вивезти зброю, або поставити цю зброю під міжнародний контроль. Ну і, звичайно, шлях до вільних і чесних виборів. Саме вільних і чесних в сенсі українського законодавства і стандартнях ОБРСЄ. Оце наша логіка. Що ви вважаєте головним підсумком Мюнхену? Просто у глядачів могло, навіть хто в новинах пильно дивився за цим, могло склатися враження, що політики зібралися поговорити. Які підсумки? Бо були ще закриті зустрічі, на яких якраз і обговорювали всі ці конкретні кроки. Ну, маю сказати, що враження чістково правильне, оскільки Мюнхен унікальний майданчик для зустрічей. Україна і Сірія – це, звичайно, два головних питання. Сірія – особливий акцент. Девять годин переговорів, оскільки це пов'язано з тим, що відбувається навколо Алепа. І, до речі, всі погодились з нашою тезою, що от якраз ми зараз маємо річницю, якщо так би мовити сказати. Річницю Дебальцева дуже сумну і річницю Мінських домовленостей. І те, що відбувається на сьогодні в Сірії навколо Алепа – це та ж сама тактика Росії, як навколо Дебальцева. І це, до речі, головна тема. Яким чином зараз розробляти логіку взаємодії з тим, щоб примусити Росію не створювати більше небезпеки? Росія створює небезпеку тут, в Україні. Росія створює небезпеку в Сірії. Росія створює небезпеку через польоти своїх літаків і порушення повітряного простору. Всі розуміють, що Росія намагається глобально створювати цю небезпеку. Яким чином подолати цей виклик? От стосовно цього є різні думки. Але всі прекрасно розуміють, відома фраза, яка пройшла також через наші ЗМІ. Одного дзвінка Путіна, асаду, в принципі, достатньо було б, щоб припинити сірійську війну. І так само одного слова Путіна достатньо, щоб припинити тимчасову окупацію Донбасу. Тому в тому сенсі потрібна солідарність. І всі прекрасно розуміють, без солідарності всього цивілізованого світу. І до цього цивілізованого світу зараз належить і Україна. Прем'єр-міністр Росії Медведєв казав про начебто холодну війну. Я не вважаю, що ця війна холодна. Подивіться на те, що відбувається на Донбасі. Але насправді Путін перед цим казав, що для нього кордони в Європі неважливі. І оце насправді турбує весь цивілізований світ разом з нами. Коротке запитання, просто щоб крапку поставити. Ви кажете, потрібна солідарність. Ви її відчули, українська делегація відчула? Однозначно. Я її дуже чітко відчув. Під час багатьох зустрічей, їх, по-моєму, було більше 30. І у мене, у президента України було дуже багато важливих зустрічей. Деякі з них Тетяна цитувала в своєму сюжеті. Але меседж щодо солідарності і підтримки України, він був основний. Був дуже чітким. І я впевнений, що ця підтримка буде продовжена. Дякую за розмову. Дякую, що приїхали. Ну і відпущу вас. Залишу час побути з родиною в цей день. Так. Ну, вечір, хоча б вечір. Хоча б вечір. Ну, я зробив подарунок. Я хоча б працював сьогодні не цілий день. Після вашого ефіру перейду, можливо, все ж таки додому. Дуже дякую. Дякую. Міністр інстранних дел страны Павел Климкин був у нас в прямом ефірі. Говорили ми о мюнхенській встречі і о її результатах. Ну, і ще одна важна тема цієї неділи – событие без преувеличення історическое. В цю п'ятницю на Кубі в аеропорту Гаваны впервые встретились. Папа римський Франциска і патриарх московський Кирилл. Встреча готовилась почти два года. О неї знал дуже узкий круг лиц. Ну, все-таки, противоречий между церквями за многовековую историю відношений накопилось дуже багато. І до останнього момента оставалися сомнення, а не сорвется ли встреча в принципі. Не сорвется ли она в останній момент. Але все получилось. Глави церквей були дуже приветливі, беззадували нескільки часів. Ітогом встречи стала совместна декларація із 30 пунктів. Главне, конечно же, призыв к миру. На фоне войны на Ближнем Востокі, которая більше всего отразилась как раз на христианах в Сирії і Іракі, Франциске Кирилл призвали забыть о противоречіях і искати общее решення. Похожі слова були сказані і об Україні. Папа і патриарх призвали сторони конфлікта к благоразумію, діалогу і миротворчеству. К українській політиці давайте вернемся. На цій неділе два українських політика заявили об об'єдненній. Юлія Тимошенка і Валентин Наливайченко. Вот тепер «Батьківщина» і антикоррупціонне движення будуть работать вместе, хоча і названня, і структуры оставять прежніми. Виступають за немедленну відставку Кабміна і назначення техніческого правительства. Якщо ж этого не произойдет, будуть настаєвати на досрочних виборах. Для нас дуже важливо для антикоррупційного руху інших громадських організацій, які з нами об'єднані, все ж таки вийти на формат дії, вийти на об'єднання навколо принципів, насамперед, які стосуються того, що так далі продовжуватись не може. Влада не може так продовжувати далі красти. Наромандські організації, і не ми одні, як антикоррупційний рух, виявляємо, передаємо матеріали, вимагаємо розслідувань, але влада безвідповідально, Генеральна прокуратура, Державна фіскальна служба, безвідповідально ставиться до таких вимог, жодного покарання до цього часу, жодного притягнутого до відповідальності. Тому об'єднання заради дії, об'єднання заради того, щоб в парламенті, хай і невеличка, але фракція, депутати підтримували громадянське суспільство законодавчими ініціативами, тисками, вимогами до органів влади і правоохоронних органів, до їх керівників насамперед, переслідувати корупціонерів і правопорушників по закону і найголовніше зупиняти корупційні оборудки, які руйнують українську економіку, які є гирями на українській економіці. Ми налаштовані, щоб такі результати відбулися. Ми – це і антикорупційний рух, і сотні, і сотні, і сотні інших громадських організацій. Ми згадували про об'єднання з Батьківщиною, з Юлією Володимировною Тимошенком. Ми готові. Питання за владою. Або кожен обирає для себе. Знаєте як? Ось барикада, ось агресор. Або ти колаборант, або ти захищаєш влашних людей. Насправді вже часу для подвійних стандартів не залишилось. Тому, власне, і 16-те число – це буде та дата, коли кожен обере свій шлях. Дякую, Валентин Наливайченко. Відтепер партнер Юлії Тимошенко. Далі, о політиці. Ми ефір з цієї тієї ми начинали. Але вона заслуживає більш детального розговору. Отчет Кабміна. Напомню, вже в следующий вторник прем'єр має бути в парламенті, лично представлять итоги роботи своєї правительства в тому году. Ну і головне, що має рішитися во вторник, а останеться ли в принципі цей Кабмін ще на один год? Давайте напомним ще раз основні позиції в парламенті. Або ми підемо по шляху повного новлення уряду, або ми підемо всі надусрокові вибори. Рада коаліції щодня наполагливо працює для пошуку того рішення, яке би дозволило все ж таки повністю змінити цей уряд і зберегти чинну коаліцію. Якщо б це не було предметом політичних торгів, то я думаю, що практично це було неможливо відповідатися так, щоб був якийсь позитивний віддак. Ніхто голосів на момент за одобрення цього відчіта. Є порядка 150 голосів уже за недовірення правительства, вонесення. І єдинственне, що зараз вопрос, є ли 226 голосів. Наскільки я розумію, зараз йде торговля, щоб ці голоси не набрати. Самопоміч точно висловить недовіру цьому уряду і самопоміч точно не працюватиме з цим прем'єр-міністром. Він провалив більшість важливих завдань, які стояли перед ним, як людину, який делегували виконувати коаліційну угоду, як людину, який делегували право бути прем'єр-міністром. Нульовий рівень довіри, нібля які реформи, подступ, розвиток, говорити не доводиться, коли є нульовий рівень довіри населення до влади. Це може привести до вибуху небезпечної ситуації, навіть до катастрофи. Тому уряд мав би піти в відставку сам, або депутати коаліції, а ми допоможемо. На цій неділе не було недостатков критики правительства, було багато і похвалы, але в основному от самих міністрів і прем'єра. Але вот що говорять наблюдації. Давайте розберемся. Один із самих жістких критиків цього кабміна. Борис Колесников з нами появляється на св'язі. Вечер добре, скажіть. Ну а як ви оцениваєте отчет правительства? Вот все ждут вторника того, як проголосують депутати. Ви його видели? Щоб не вдобався в подробності, кожна українська сем'я може посмотреть в холодильник, може посмотреть на платіжки за жилищно-коммунальні услуги, на стоимость товарового услуг в цілому Україні. І це найкращий отчет правительства, який може бути. То є це не дефолт, це катастрофа, за 25 років незвісності України це 2 роки – це полний провал, такого не було ніколи. Це я можу сказати твердо. І потрібно чітко розуміти, що економіка – це не митинг. І ви ніколи в житті не встановите кризис-менеджера, а наша країна знаходиться именно в кризисі, который буде популистом. То є популизмом нікого не обманеш. Можна непродовжительний период времени обманувати большое количество людей, можна короткий период времени обманувати маленькое количество людей, але не можна обманувати всіх і завжди. Ми подійшли именно к цій черте, тому отчет правительства – це набор документов, а оцінка – це мнення українців з нулевим рейтингом правительства, це мнення западних інститутів, в частності СРНН, мирова компанія поставила нашу страну на пятое місце ззади. Хуже економіка тільки в африканських країнах. Бі-бі-сі, Блумберг, Євро-ньюс, весь мир вообще не понимає, що відбувається. Більшого дефолта в історії України не було ніколи. Тому отчет правительства – це набор дежурных фраз. Не більше, не менше. А реальний, найголовній показатель демократичного мира – це соціально ощутимий результат. Його, к сожалению, ми не добились. Ну, послушайте, які б дежурные фрази не були в отчете, от этого отчет все-таки зависит, останеться ли прем'ера или нет, остануться ли министры или нет. Многі ведь говорят, що Яценюк сохранить свій пост, і нынешні министры остануться, але тільки вакансії заполнят. Як вам цей вариант? Якщо нічого не змінити срочно, то в сентябрі-октібрі доллар може прийти к трехзначним цифрам, не тільки к двохзначним. Тому що в Україні завжди будуть об'язательства валютні. Це нефть і газ, як минимум. А немає валютних доходів. Рынки металургії упали, рынки зерна практически 100 доларів, зерно потеряло за останні 1,5 року. Т.е. нет валютних доходів, і є об'язательні валютні затраты. А рынка в збиті не відкрита. Тому зараз власні, як побитая собака, будуть ходити за Євросоюзом з просьбою перенести економічну частину ассоціатию на 3-5 років. Інакше буде полне. Якщо в действі власні сьогодні можна оценить, що к сентябрі-октєбрі буде 35% безработи, то без определенних економічних мер кожен другий український може оказатися безработи. Це не то, що це говорять представники оппозиції. Економіка – це арифметика. Їе не обманеш. Можна подвести итоги і сказати, що куля в лоб, яку випрашували определенні личності, пролетела мимо власні і попала в Україну. А значить, в кожного українця. Спасибо. І ще одну важну тему давайте прямо сейчас обсудимо. Два дня назад, в цю пятницю, був ровно год со дня підписання Минських соглашень, так называемого второго пакета. Ну, вот Юрий Анатольович Бойко к нам під'їхав в студию. Вечер добрий. Давайте с вами об цьому поговоримо. Потому що, с одной стороны, с одной стороны, ну, вроде бы, говорят, що війна встановлена, масштабних баїв нет. С другой стороны, але обстрілів все одно продолжаються. Вот ваша оценка. У Минського процеса, в тому формате, в якому він є сейчас, є шанси на успіх? Ну, безусловно, найбільшій плюс сегодня, і це признають все, що прекратились масові трагедії, масові убийства. Це, безусловно, благо, це счастье. Але ситуацію можна характеризувати таким образом. Ні мера, ні війни. І я абсолютно убеждений, що дальніше продвіження по урегулювання конфлікта, іниціатива, десь була за нами, за Україну. Поскольку ми більше всього заинтересовані в тому, щоб заморожений конфлікт розсосался і не превратився в такий нарыв на долгі роки. я приведу пример. там житло 15 тисяч людей, а сьогодні ось 30 ти. зговорінності, але йти по Минському Солошію. Це признал весь мир. Шаг за шагом що ви маєте ввідомо? Хоча б перші шаги, для того, щоб розуміти? Що може бути зроблено? Перші шаги – це завершення отвода вооружений, полне. Перші шаги – це завершення обмена заложниками і пленними. Це проведення відбування виборів. Ну і вот так шагом йти вперед. Просто, якщо навіть український парламент так тяжело переизбирати, як там вибори проводити? Наскільки украінський політикум готов вообще к виборам на Донбассі? Більшість політиків не готові. Більшість політиків зараз пребуває військове настроєння, але треба розуміти, що альтернатива – це заморожений конфлікт, це страшно і це нагоди. І тут дійсно треба вибирати з двох зол менше. Вот це менше зло проведення виборів на цих територіях. Да, будуть проблеми, будуть сложності, але, тем не мене, ініціатива должна бути за нами. Ми должны правлять ініціативу, ми должны йти вперед. Ну, українські політики, я понимаю, почему не готові. Борьба щас за міністерські кресла. Ваші ощущения? Вот названа дата, коли на следующій неділе должен состояться отчет правительства. А как, в принципі, он пройдет? Прем'єр, в общем, придет в Раду, как депутаты проголосують? Поддержат ли його отчет? Прем'єр, безусловно, придет. Придет весь состав правительства. Ми увидемо очередной пакет і набор достиженьів, в кавычках. Що би зараз не говорили члены правительства, главе з прем'єр-министром, люди їм вже не поверять. Ні в так называемі реформы, котрі просто заболтали, ні в боротьбу з коррупцією, ні в улучшення економіки. А що касається голосування самого і відставки прем'єра і состава правительства, здесь практически все зависит від позиції президента країни. Якщо в правящій коаліції, я знаю, вже 2 фракції, готові голосувати за відставку, і якщо к ним присоединіться президентська фракція, то відставка неминуема. Ну, хорошо, тоді просто є питання дуже важливий, а вот якщо не Єценюк, то кто? Кіне кандидатурі обсуждається в парламенті, о ком говорять? Сьогодні, безусловно, різні називаються фамилия, я не хочу зараз говорити о тому, що говорять в калуарах. Сьогодні стоїть задача, о-первых, о том, щоб не фамилию назвати, а принцип. Ми вважаємо, що треба уходити від квотного принципу назначення правительства, від політичних партий, поскольку цей принцип повністю себе дискредитував. Тобто, в політиці дають кандидатуру министр, який далі починає працювати на цю політичну силу, і він підтчетен тільки їй, і це закладує мину в командну гуру, яка должна бути в будь-якому правительстві, тим більше в такій сложній обстановці, в якій знаходиться наша страна. А кілька буде в следующій неділя? Вона буде спокійною, несмотря на весь отчет і на всі конфлікти вокруг нього, всі спори вокруг нього? Либо вона действительно буде по-настоящому горяча, с блокуванням трибуны, с людьми под радою? Чего ждать? Я думаю, що, учитывая то, що члени правительства любой ценой стремяться удержаться на своїх містах, і будуть искати соратників і союзників в зале, будуть якісь подключати общественні організації, і наверняка буде бурна неделя, тому що дуже велике желання усидіти на містах, удержатися, ще якось порулюти, поруководити, і тому неделя буде бурна. Але, в будь-якому слуха, нам треба искати всім выход з цієї ситуації, всім вже понятно, що сьогоднішнє правительство обречено, це питання, коли воно йдет, і ухудшення дальнішої ситуації в країні, якщо воно останеться. Тому ми будемо займати позицію, що правительство должно уйти в відставку і як можна швидше. Хорошо, спосібо за розговор. Спасибо вам. Юрий Бойко був на студії, ну і говорили ми не стільки о событиях цієї недели, скільки о тому, чого ждати на неделе следующій, на котрій состоїться отчет правительства. О конфлікті на Донбасі. Часто говорят, він може превратитися в заморожений конфлікт. Получиться это или удастся этого избежать? Один із спутников замороженных конфліктів на Донбасі уже проявився. Вспомните, Вьетнам, Ангола, бывшая Югославія, там везде есть минные поля. Так і на Донбасі. Обі сторони минировали територію, в основному в серій зоні. І сейчас ні карт нет, ні понимання, а где именно находяться мины і где рванет в следующую минуту. Наш сюжет об этом. Ну, он по обочине ехал, хотел объєхать все ряды. Получилась такая трагедія. Взрыв такой громкий, що... Як мина, думали, пролетела? Це були обстрелы. А потім вже разобрали, що на мину машина нарвалась. А тут труп, він без голови, без ног, накрыли його скорі. І так фрагменты тела розбросала по дороге. Эти кадры мы снимали сразу после взрыва. Микроавтобус ехал из Донецка в Курахово, съехал в поле і попал на мину. Три человека погибли. Искорежений автомобіль до сих пор на обочине. Его будто специально не убирають. Жуткое предупреждение. Не съезжайте з дороги. Вот на этом месте взорвался микроавтобус. Вот еще лежат фрагменты кузова. І установлена табличка стоп-мины. До этой трагедії ее здесь не було. И если внимательно посмотреть на поле, можно заметить рядом еще как минимум три мины. И убирать их пока никто не собирается. Мины всего в нескольких шагах от дороги. Александр здесь ездит часто и уже хорошо знает все опасные точки. Лежат тут штук 20. Тут просто из-за травы их не видно. Их в том году было очень хорошо видно, пока не было такого вот бурьяна. Чьи мины, сколько их, кто именно минировал, теперь не скажет никто. Раньше здесь шли боевые действия, сейчас это нейтральная территория, так называемая серая зона, где нет ни военных, ни боевиков. Местные посадки придорожных кустов опасаются. Обочины заминированы, даже в туалет нельзя идти. Даже там справить нужду. По-моему, это уже как бы установившаяся истина. Фактически усеяна минами вся линия разграничения, а это сотни километров проселочных дорог. Больше всего минных полей вблизи Широкина, Коминтерного, в районе поселка Пески, Донецкого аэропорта, Авдеевки, Горловки, Счастье и Станицы Луганской. Все, что военные и боевики наставили за два года войны, учесть едва ли возможно. Единой карты минных полей не существует. Сейчас она только создается, говорит военный сапер. Он просит не показывать лицо. На сколько процентов сейчас от оборужения минные поля? Процентов на 30. Может даже меньше. Подразделения что-то поставят, потом не могут или снять, или недоученные саперы, или такое бывает, потому что не все прошли до подготовки. Чаще всего проблемы возникают во время ротации. Новые подразделения ставят свои взрывные ловушки, а где установлены старые, никто уже и не знает. Диверсионно-разведательные группы ставят, то никто не обозначает их. То, что ставилось террористами и возможно какими-то добровольческими отрядами с их стороны и с нашей стороны, это будет проблемным вопросом. Знак мины на передовой большая редкость. В основном такие таблички установлены на официальных пунктах пропуска. Установлены информационные показчики, которые информуют нас про наявность мин, технических обуховых пристрелов в задушке, технических делянках дороги. Но это капля в море. Отъезжаем несколько сотен метров от блокпоста и очень внимательно смотрим под ноги. Сейчас саперы осматривают вот это поле и дорогу по имеющейся у них информации здесь могут быть установлены мины, поэтому ходить можно только по проверенным дорожкам. Шаг влево, шаг вправо уже смертельная опасность. Практически сразу же находится хвостовик. Его аккуратно осматривают. Были случаи, когда противник рядом устанавливал растяжки и мины. 50 километров будем рассматривать от зоны затяжки. на этот раз все обошлось. Саперы обнаруживают еще несколько снарядов, работают неспешно. Ошибка может стоить жизни. Только за несколько дней военные собрали целый ящик неразорвавшихся снарядов, мин и даже самодельных взрывных устройств. И сейчас едут на полигон все это утилизировать. Все найденное саперы складывают в яму, устанавливают взрывчатку и взрыватели и делают подрыв. Эксперты подсчитали, что даже если боевые действия прекратятся уже сегодня на разминирование всей территории уйдет больше десяти лет. Вениамин Трубачев, Руслан Смещук и Юрий Романюк. Подробности недели телеканал Интер Донецкая область. Будем заканчивать на этом и вместе на следующей неделе станем следить за событиями в парламенте. Напомню, там может быть горячо, потому что во вторник отчет правительства. Ну а к следующему воскресенье, уверен, многие политики захотят прийти в эту студию, чтобы обсудить, что же случилось с правительством Яценюка, ну и что же будет со страной. Спасибо, что смотрели. Это были подробности недели. До встречи в следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok